6 августа текущего года вооруженные силы Украины начали вторжение в Курскую область. По официальным данным, военнослужащие пересыли границу при поддержке танков и бронемашин. На данный момент по всей области введен режим чрезвычайного положения. В эти страшные минуты россияне более встревожены положением всей страны и стараются оказать всевозможную поддержку нашим землякам. Так, глава Республики Дагестан Сергей Мелико в своем телеграм-канале призвал жителей региона не оставаться в стороне и оказать финансовую поддержку курянам в виде однодневной зарплаты. Мы с нашей съемочной группой отправились на улицы города, чтобы узнать, поддерживают ли они данные обращения главы Республики. Считаю правильно. Мы все живем в России, мы должны поддерживать друг друга. Конечно, правильно, потому что все должны на земле друг другу помогать. Тем более в такой ситуации, которая коснулась как бы одну часть нашей страны, но все остальное тоже зависит от нас. Мы люди, это человеческий фактор, поэтому мы должны помогать друг другу. Да, я считаю, это правильное решение, полностью его поддерживаю. Я думаю, наш долг, как граждан одной большой страны, оказывать поддержку друг другу в трудной ситуации. Я считаю, не дай Аллах, если бы в нашей республике случилась какая-нибудь трагедия, другие регионы бы тоже не остались равнодушными. Поэтому и наш гражданский долг – всячески оказать поддержку моральную, материальную. Напомню, что дагестанцы всегда отвечали с отзывчивостью, добротой и готовностью отдать последнее тем, кто в этом нуждается. И во времена ковида и с начала и свола нашим землякам не раз это доказывали, отметил Меликов. На сегодняшний день благотворительный фонд «Инсан» уже доставил первую партию гуманитарной помощи курянам. Формируются новые грузы с продуктами и товарами первой необходимости. Свой однодневный заработок также можно отправить в фонд «Все вместе». Субтитры создавал DimaTorzok